Ураганы наводнения волны холода, страховщики оценили ущерб от стихии за 2021 год. В 2021 году стихийные бедствия нанесли общий ущерб в размере 280 миллиардов долларов США, из которых примерно 120 миллиардов долларов были застрахованы. Общие потери стали четвертыми по величине на сегодняшний день, в рекордный 2011 год они достигли 355 миллиардов. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на оценку перестраховщикам Юникре. На США пришлась очень высокая доля убытков от стихийных бедствий в 2021 году, примерно 145 миллиардов долларов, из которых было застраховано около 85. МЛРД долларов. Самым дорогостоящим стихийным бедствием в 2021 году стал ураган Ида, который обрушился на сушу 29 августа в 90 километрах к югу от Нового Орлеана, как сильный ураган категория 4, вторая по разрушительности, при скорости ветра около 240 километров в час. Десятки тысяч зданий были повреждены или разрушены. Система дамп Нового Орлеана, которая была усилена после урагана Катрина в 2005 году, выдержала штормовые волны, тем самым предотвратив гораздо более высокие потери. Затем ураган Ида направился на северо-восток, вызвав сильное наводнение, в частности в Нью-Джерси и столичном районе Нью-Йорка. В целом ураган Ида нанес ущерб в размере 65 миллиардов долларов США, из которых примерно 36 миллиардов долларов США было застраховано 55%. Всего погибло 114 человек. В Европе проливные дожди в июле 2021 года спровоцировали исключительно сильные наводнения, особенно в Западной Германии. В пострадавших регионах количество осадков было самым высоким за более чем 100 лет. Наводнения смыли значительное количество зданий. Также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, такой как железнодорожные пути, дороги и мосты. Погибли более 220 человек. Общие убытки составили 54 миллиарда долларов. Застрахованная часть была относительно низкой из-за незастрахованных потерь инфраструктуры и ограниченности страхования от наводнений в Германии. Всего было застраховано 13 миллиардов долларов. В феврале исключительная волна холода принесла минусовые температуры даже на юг США. Температура минус 8 градусов была зафиксирована в городе Хьюстон на юге Техаса. Хотя в штате Техас примерно раз в десятилетие случаются крупные заморозки, энергетика, инфраструктура и здания штата часто недостаточно подготовлены к таким условиям. Миллионы людей остались без электричества. В целом с убытками в размере 30 миллиардов долларов, половина из которых были застрахованы, это событие стало третьим по величине стихийным бедствием года. Напомним, британская консалтинговая компания Себр прогнозирует, что в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов. Техаса Library